Дорожные движения Дорожные движения Дорожные движения Доровые территории Это все Отнесено к уличной дорожной сети И вы все являетесь участниками дорожного движения Будь то, я еще раз повторю Пешеходы За рулем велосипеда Управляя велосипедом Или управляя скутером Или помопедом Безответственное отношение Может к чему привести? Самое страшное Может привести к вашей гибели К вашей гибели И переживания вы доставите Наверное Своим родителям Близким и родственникам А самое страшное Если вы Не вы А если безответственное отношение Приведет не к гибели А к получению травм И на всю жизнь Тот, кто неправильно себя ведет Может быть прикован К больничной койке Вся эта жизнь Будет связана с больницей Радоваться солнечному свету Летним дням Не получится Обычно у таких сюжетов Должна быть маркировка 16 плюс Но я против этого Пусть посмотрят все От мала до велика Потому что нет ничего убедительнее Чем чужой пример Дорога у нас очень неспокойна Это не секрет Но есть одна интересная педаль Которая раз за разом Встречается в сайте С регистратором Па! Ура! Па! Ура! Это примерно как садить в кино 3D Любое качество В очках Посмотрели Но вот тяжесть последствий Или тот вред Который причиняется В результате дорожно-транспортных происшествий Не каждый Или каждый Вот задайте сами себе вопрос Кто Когда Себе По случайности Ронял твердый предмет Тяжелый На ногу На руку Или просто ударялся Обо что-то твердое Та боль Она Минимальная Которую Да Вы ощущали Ударившись Стопнувшись Или вас кто-то случайно В школе Здесь даже Пробегая по коридору Можно столкнуться Лоб в лоб Или просто задеть плечом И упасть на пол Ведь поверьте же Больно Вот этот фильм Это результаты Небольших Выдержек С авторегистраторов Когда происходит Разбирательство Дорожно-транспортных происшествий Чтобы понять Кто же был виновником Стукнуться Об угол Проходя мимо Это больно А представляете Автомобиль на скорости 60 км в час Ударяется Об стену Если Твердый предмет Падает с высоты Пятиэтажного здания Находясь в автомобиле Двигаясь Со скоростью 60 км в час А это разрешенная Скорость В населенном пункте Она не кажется Вам большой Какой-то стремительной А упасть С пятого этажа Ну я не знаю Наверное Не каждый из вас Из окна Выглядывал Посмотреть вниз И как туда упасть Даже если там будет стоять Мягкая поверхность Какой-то батут Или еще что-то Это все равно Будет столкновение Твердого предмета С другим твердым предметом Так вот подумайте Выходя из школы Вот дорога Вот машины ездят Даже сюда В дворовую территорию Подъезжают машины Выходя Это сейчас светло Прекрасно А вечернее время Ну зима уже Подходит к концу Сейчас чаще Будет Светло День увеличивается Светлый И наступит время Когда вы все Достанете Свои велосипеды Ролики Мопеды Скутеры И всем покататься И всего лишь Маленькая Деталь А я здесь А я вот тут По двору А меня никто не увидит Бояться надо Не сотрудников полиции Что приедут Отберут Еще что-то сделают Хотя и это тоже Ведь пока вы не зарабатываете Деньги И не приносите В семью Доход А эти велосипеды Эти скутера Приобретают Ваши родители На свои деньги А Не имея прав Даже на велосипед Выезжая на проезжую часть За пределы Населенного пункта Из дворовой территории Надо иметь Право управления Так вот И велосипед И скутер Может быть Просто Изъят Сотрудниками полиции В нарушение За нарушение Вами И не будет Возвращен В отдельно Взятой деревне Были пешеходные переходы Был светофор Так вот Вы Как патриоты Ведь прошел праздник 23 февраля День защитника отечества Приближается 9 мая Мы поздравляем Всех ветеранов Мы говорим о том Что мы все Хотим быть патриотами Любим свою родину Так вот Любовь к своей родине Должна начинаться Наверное с себя И к своим окружающим Вы Вырастите Да А для того Чтобы вы выросли Вы Жить должны безопасно Вы вырастите И будете приносить пользу Государству И тем самым Вы являетесь Гражданами России И станете патриотами Принесете пользу Вы учитесь Не важно Кто кем будет работать Кто какую профессию Сберет Кто-то космонавтом Кто-то Агрономом Любая профессия Все профессии важны Все профессии нужны Так вот Патриотизм Даже в этой мелочи Заключается в этом В правильном Поведении На дороге И в быту Поправляйте Сами себя Каждый из вас Социально адаптирован Вы учите в школе Вы ходите По улице Вы общаетесь Друг с другом Также на дороге Вы общаетесь Друг с другом Находясь На проезжей части Еще раз повторюсь Будь то пешеходы Будь то велосипеды Будь то ступера Вы также Общаетесь Друг с другом И вы должны Понимать И слушать И слышать Проезжающие Автомобили Видеть их Чтобы Максимально Быстро Среагировать На возможные Изменения Их движения Вы еще Молоды Для того Чтобы Предвидеть Те последствия Которые Могут наступить Но вот я вам уже Говорил Постарайтесь Друг другу Не причинять вреда Чтобы Обезопасить Себя На причине Вреда И своих родителей Стараться правильно Переходить дорогу Передвигаться На велосипеде Поправляйте Своих родителей Не стесняйтесь Братьев Сестер Друзей Одноклассников И вот Когда вы Будете поправлять Себя И окружающих И тогда От вас И ваша уверенность В поправке Взрослых Людей Что вы Неправильно Переходите Если вы Бываете В Кингисепе В городе Люди Граждане И пешеходы Достаточно Много У нас Оборудовано Пешеходных Переходов В местах Массового Пересечения Проезжей части Но при всем При этом Бегают Как здесь В фильмах Так мы Неоднократно Видим И взрослые Люди И 50 И 70 Преклонного Возраста И потом Мы же Сотрудники И окружающие Люди Слышат Упреки Квадрис А что вы Не мешаете Переходить Дорогу Мне здесь Уждом Но небольшой Удар На скорости 10 км в час Зеркалом Автомобиля Пластиковым Может привести Просто-напросто К перелому Руки Для того Чтобы Сесть За руль Скутер Мопеда Взять У товарища Если у себя Нет Прокатиться Да я Вот тут Только Аккуратненько Я чуть-чуть Прокачусь По двору Никто не увидит Никто не узнает Я вам в самом начале Сказал Не надо бояться Нас Что мы А вот приедут Сотрудники полиции Что-то с нами Сделают Что-то там Отберут Нет Для того Чтобы сесть За руль Мопеда И за руль Скутера Необходимо иметь Водительское удостоверение Соответствующей категории За его отсутствие За отсутствие Только всего лишь Прокатиться Вы обязаны Иметь Это водительское удостоверение Так вот Ваш товарищ Ваш друг Сосед Ваши родители Кто вам этот мопед Дает Мопед или скутер Несут такую же ответственность Вы несете Административную ответственность По достижении 16 лет Когда вам наступит 16 лет Будете нести Полную административную ответственность С уплатой штрафа А до этого Периода И тот Кто вам его передал Взрослый Это будет человек Либо Ваш ровесник Будет нести Такую же ответственность За нарушение Правил дорожного движения И вас Вас При выявлении Этих правонарушений Будут ставить на учет В комиссии По делам несовершеннолетних Как нарушителей закона И в дальнейшем Это все будет отражаться На характеристиках А это всего лишь На ваш взгляд Это небольшая шалость Я всего лишь у друга взял Прокатиться по двору Из-за небольшой шалости Целый круг Людей Будут признаны Виновными Кто-то оштрафован Кто-то наказан Какими-то другими способами А вы В первую очередь Будете стоять на учете Как правонарушители И у вас получится Небольшая шалость И вы потом будете Долго пытаться Кому-то объяснять Что я всего лишь Хотел прокатиться Если вы Вышли на дорогу Крутите головой Открывайте глаза И старайтесь слушать Что вокруг происходит И не отмахивайтесь Ни от взрослых Ни от своих друзей Ни от своих светлых Если вас пытаются поправить Не делайте Не делайте Не делайте Того-того-того На дороге и в быту Поправляйте сами себя Понятно, да? Да Субтитры сделал DimaTorzok